Вот он, вот он, первый лучик солнца, друзья, для вас. О, как приятно и свежо. Вот так лето, вечные болота высохли. Запах уже стоит просто обалденный. Хочется бросить все, выйти на желанное и уехать. Но ступить неаккуратно, и он придавит вашего товарища. О, вот это видок. Что, доброе утро. Посмотрим же там. Сам еще не видел. Ну, дым, да, смотрите. Через 20 этаж не нужно вставать. Примерно. Первый предвестник рассвета. Левый вершин народный покраснил. А я что-то приноровился вот так вот, раз иду стычать. В спальнички вылез, сядешь куда-нибудь в тундру и жьешь. Ну все, вот-вот. Ждем. Как этот костер заполыхает международный и Янченко. Вот он, вот он, первый лучик солнца, друзья, для вас. Для вас, друзья, родные. Ура! Еще минут 30 ждал, пока оно за народы пройдет и выйдет. Ну, с добрым утром. Почти два часа ждал рассвета. Теперь можно пойти спокойно душой и доспать. Вон мой спальник валяется. Спасибо этому дому. Идем за заброской. Так, какой план у нас сегодня? Сейчас вот, наверное, вот так попробуем пройти. Потом сюда, уже и по долине Монораги, по реке, вверх, за заброской. А потом вон туда, в район Победы. Сейчас с этим гребешочком перейдем. Там уже по верхам поплыска чуть немного и вниз. В лес. Ой, видите. Сочная, мясистая шикша. Любите ее? Какой красивый гребешочек с курунными перьями, выходами, с решайничками, мхом поросшей. Прямо к лумбочке. Чуть ли не первое дерево на моем пути, а? За эти дни. Привет, березонька. Скоро их будет вдоволь. О, смотрите. Что-то сложенное. Очаг, не очаг, все понятно, если честно. Углей вроде нету. Ну, я на человека взял. Непонятно. Может, вы же знаете, друзья, что это такое? Ага, тут геологи поработали. Может быть, там стол был или какой-то ящик для хранения чего-то. Вон, даже лопату бросили. Фирменное свое. Выкрыбка и вот это вот все, а? Работенка-то еще, конечно. Видимо, было высокогорное озерцо. Но с этой жарой все пересохло. Вот это рожище. Таких огромных. Мне кажется, я еще не стучал-то ни разу. Вот так вот надо их положить, да? Вот они. Ух ты. Почти с меня ростом пошли. Рога хорошо, но надо идти домой. Слышен звук реки. Так, вот это у нас Ломесь-Вож. А это Косью. Косью, говорят, одна из самых порожистых речек в этом районе. Переводится с Комизрязкого как Сухая река. А вот Ломесь-Вож, не знаю. Вождь это река, ручей. А вот Ломесь, без понятия пока. Входим в лес. Лучше бы Курум. Но ненадолго, я надеюсь. Хотя, конечно, запах кайфовый. Вот шумит сухая речка. Сухая речка, а? Говорливая, я бы сказал. Сухая. Сейчас вот по бережку. Примерно 3-4 километра. Дома на Раге уже. Да, лучше, конечно, не по берегу, точнее, ну, не по тревянистому берегу лесному идти. А вот здесь вот по камешкам, по воде, может быть, комфортнее, на мой взгляд, красивее. Ох, как хорошо, давно ноги не мыл. Ушел опять в лесочек. Вот, какую-то тропиночку даже нашел. Еле заметную. Ну, глаз даже отдыхает немного в лесу. Устал этих далеких видов до горизонта. А тут прямо вот переключился на ближнее видение, на ближний свет. Какая-то тут тропиночка даже. Тут уходит интересная. Вроде нечасто посещаемое местечко. Она тут, конечно, везде главенствует над всем царица. Что-то березка карликовая, все ноги выдергают. А вот и монорага. Но не гора, а река. Ну и гора тоже. Красавица. Кажется, по полноводью, чем костью. Ну, она подольше тетет. Уже больше вся взяла рек и чаев. Ну, пошли. О, как приятно и свежо. Ну, сделал небольшой привал. Искупался прямо в одежде. Постирался. С тазу стало просто идеально. Ну, погода такая, что, конечно, грех не искупаться. Ну, вот, друзья, мы с вами и вышли на главную туристическую магистраль приполярного Урала М1. Большинство туристов, которые посещают эти места, проходят именно по ней. Сегодня... Сегодня немного по ней походим. И потом опять уйдем, надеюсь, в дикие места. Вот так тут все натоптано. Прямо иди на суковыряйся. Ничего не делай. Вот такие, друзья, шикарные виды вас ждут, если вы воспользуетесь услугами нашей турфирмы. Турфирмы называется Путешествия по Уралу. Самостоятельные. И вы ни от кого не зависите. Не идете там, идете. Где сидите, сидите. Ходите полежать, полежали. Ну вот, началось. Только вышли. Ребят, и особенно девчат, вас это касается в два раза больше, хорош уже метить тропу бумажками. Я вот ни одной бумажки не оставил за все это время. Потому что мох, трава и вода наши лучшие друзья. Пользуйтесь естественными средствами гиены. Находясь в лесу, в тайге. Уж в юг две проблем с водой точно нет. Но если вам так не терпешь бумажку использовать, уйдите подальше, а потом закопайте ее. Прям вообще не приятно идти по общественному туалету. А нам сегодня вот под эту горку уходить. И вверх поручу оленей. Небольшой привальчик и хочу заняться немного кроссовками. У этих кроссовок есть одна серьезная проблема. Вот эти крючки по бокам, с внутренней стороны, они постоянно цепляются за соседнюю ногу. Вот. За эти места. Я уже сто зацепился. И можно упасть в самый неходящий момент. Поэтому сейчас мы их проапгрейдим. В общем-то мы принудительно ее извлекли. В обед подошью обратно. И все нормально сейчас будет. Теперь не зацепит. А ты следующая. Вот так лето. Вечные болота высохли. иду к Акипосоху. Да. Глобальные изменения к нему-то в полном разгаре. Еще это вершина. Я сейчас сразу не сообразил. Это же победа. Попытаемся хотя бы сюда подняться. Ночевать. Либо на плечо к закату. Надо успеть. Времени так, чтобы много. нам сегодня еще заброску забирать плюс 10 километров. Вот здесь и обед сделаем. Где-нибудь вот тут на лужайке. Оставил вещи иду налегке с заброской. Еще 6 километров в одну сторону. Итого 12. Да. По времени конечно маловато чтобы успеть сбегать на победу сегодня. Точнее на нее подняться хотя бы на плечо. Ну ладно. Ну что, момент истины. В каком виде наша закладочка? Нитрова там кажется. все сухо. Хорошо. Если вдруг друзья подзабыли как победа я показывал в первой серии в начале. Вот она красавица. Хотя конечно такую красавицу забыть сложно мне кажется. завтра надеюсь с утра будем на ней. Пока нужно дойти до вещей обратно 6 километров. Такая кайфовая тропиночка да, друзья? Вот бы через весь Урал такая шла. Был бы настоящий Big Юрал Трайл но нет. Не знаю увидим сегодня солнца нет еще. Если вдруг нет, то может с ним попрощаться. Вот наша долина куда мы идем. Сейчас только рюкзак загружу остальными вещами. Больше 30 сегодня будет километров. Кое-что прибавилось в пейзаже. Да, перепаковал рюкзак. Вроде бы даже более-менее. Как-то я думал будет совсем тяжко. До заката полтора часа. Ну наверное сегодня мы обойдемся без него. Скорее всего не успею залезть так высоко. Мы посмотрим. Вышел тропиночку на линии перевала. Она поможет конечно я думаю. Просто живопись. Ну вот наверное у этого камня встану. завтра вот сюда. Тут ровненько стоянка чья-то. ладно. Постоянные у нас ночевые стоянки. Норма. Вроде чисто. Ну что коль у нас сегодня окончание официальное первого этапа проекта у нас сегодня праздничный ужин выменял на конфетки сахар у ижевской группы которую встретил собрал черничку и сейчас мы сварим компотик. Высыпаем наши ягодки в котелочек немного немного сейчас их подавлю зальем водичкой логично да и поставим на огонь на огонь и добавим сахара сахара будем добавлять по вкусу я сахар на делах не спец поэтому буду по маленьку подсыпать приготовиться покажу ну а пока варится компот давайте покурим карту спустил с утра по хребту между речью костью и ломесь вошь немного прошел по костью потом вышел на тропу и по ней уже вышел к реке монорага там встал на тропу подошел под падение ручья оленей там оставил вещи и слегал под перевал зигзаг за заброской вернулся и еще немного поднялся по реке вдоль ручья оленей стою под стволом горы победа прошел 32 с половиной километра хороший тяжелый день сейчас будем компот пробовать запах уже стоит просто обалденный этот мой ботинок надеюсь что все-таки от компотика сахара добавил примерно вот одну такую чтобы был не очень сладкий но такой хорошо вот она все сейчас я все выпью и завтра свое еще спокойной ночи остывай быстрее так 12 20 идем на гору за полтора часа до рассвета там уже даже видно где примерно будет сходить солнце а нам вон туда погнали блядь честно сказать туман просто выбешивает хочется бросить все выйти на желанное и уехать потому что конечно это не тот врал который ты хочешь показывать людям может все изменится очень быстро но для этого уже скорее всего дожди вот так вот и туда вышел на плечо еще 400 метров по Куруму наверх ну вот что я говорю история это конечно не про горы а про пожары ну пойдемте интересно как улучшит все я люблю гигантизм народная янченко вон теньер далеки еще метров 500 киротам манрага вот он сегодняшний кровавый рассвет друзья ну привет когда же все кончится уже подъем интересный осталось метров 150 по длине метров 50 по высоте так понимаем тут вершина уже все полюбивая все так красиво вот так дышина пойдемте сперва к краю подойдем посмотрим что за все сердце ложилось а к даже эхо нет поглотила дым Эх, как было бы сейчас красиво. Кажется, я сюда планировал подняться сегодня вечером на этот перевал. А вот Лжевый Нарага. С него скрывается вид. Будет ли этот вид, не знаю. А это уже вершинка. Не примечательная, конечно. Турчик, табличка. Сейчас рассмотримся. И еще вершины Рогова Елена и команда. Привет-привет. 2 часа 20 минут лез сюда. Вообще план такой у меня. Как я уже вскользь сказал, пройти по этой долине, выйти в эту боковую и где-то вот здесь попробовать заночевать на перевале с видом на Лжевый Нарага. Вот она. Я так рассчитал, что должен быть отличный вид. А вот еще, говорят, есть Лжевый Нарага, еще меньше. Ну вот, сами видите, какая видимость. Будем действовать по ситуации. Вот и настоящий враг. Ладно, пошли вниз. Надо еще поспать сегодня маленько. Сейчас 2 часа 46 минут. То есть вот, друзья, хотел давно показать. Курума-то хоть и достаточно статичная вещь, все равно есть опасности. Вот, допустим, опасный камень. Можно его на себя нагрузить и он вас придавит. Либо можно, идя сверху, наступить неаккуратно и он придавит вашего товарища. Поэтому всегда, когда ты идешь по Куруму, ты должен стараться спрогнозировать поведение камня, отслеживать, на чем он стоит, за что он держится и стараться всегда минимально нагружать камни. Это хорошая привычка, она никогда лишней не была. Нагружать камни по минимуму, особенно на себя. Ну и поэтому спуск по Куруму, он очень опасен. Ну, скажем так, не очень опасен, но опаснее, чем подъем. В том плане, что ты не видишь, на чем стоит камень. И столкнуть камень, а за ним может последовать еще и тот, который ты стоишь. Такая циклная реакция. Это может быть. Будьте аккуратны. На Южном Урале, на Еремеле, так одного парня раздавило Курумом на смерть. На сундуке. Еще буквально пару слов. Вот такие камни, которые летают сюда большие, они нечастое явление. Все зависит, конечно, от крутизны Курумного склона, от многих факторов. Но тем они и коварны, что в целом ты обычно доверяешь Куруму и можешь потерять бдительность. О, хоть маленько показалось. Вот так вот ходишь на другие горы, а снимаешь манарагу постоянно, потому что манарага, она такая магическая, можно сказать, притягивающий взгляд. Вот еще одна местная красавица, остренькая. Так, поднимался я, значит, вот здесь вот, там вот так вот шел, а спущусь вот так вот. Не знаю, получится сравнить или нет, спуск и подъем это в целом разные вещи, но пройдем разными путями, ради интереса. Вот здесь, кажется, кайфовое место для стояночки, смотрите. Здесь пик, там пик, шикарно, ровненько, воды, правда, нет, но можно принести с собой. Я так и планировал здесь стоять, но не успел. Вон моя старушка, оранжевое пятнышко. Сейчас приду, и у меня есть какое-то время, пока солнце не вышло. Вон оно. Пока терминатор не дошел до палатки, наверное, есть время поспать. Спать. Четыре с половиной часа ходил. Все, спасибо этому месту, идем дальше. Вон туда. Переход сегодня должен быть небольшой, к счастью. Вот такое полудневное ничего не делание изматывает не хуже дороги. Прямо сил нет никуда идти на этой жаре. Зашли за угол, и вот это понижение, это перевал, это перевал Спартак-Северный. Еще пару километров до него, и сколько вверх, и 300 метров где-то. Ну и много. Подошел под перевал, на небе появилась облачность, как и обещали, переменные. Переменные. Все хорошо, прям под перевалом есть чистейший ледяной ручеек. Ручеек. Можно набрать воды и отдохнуть. Может быть гроза. И это нехорошо, с одной стороны. Но с другой стороны, чистое голубое небо тоже уже надоело. Ооо, вот это видок, если без дыма. Все как и предполагал. Небе для палаточки есть. Где тур? Он тур. Класс. Ого-го. Тринадцатый год. Девять лет. Не час здесь люди ходят. Зуев Анатолий. Надо привет передать. Монорага. Лже-Монорага. И Лже-Лже-Монорага. Короткий сегодня ходовой день. 13 километров вместе с радиалкой на победу. Но я очень хочу с ней попробовать все-таки Лже-Монорагу. Давняя моя мечта. Поэтому переночую здесь. И если не получится, не выездим. Получится. Завтра уже уходим. И будем идти. Сзади там были хорошие полянки, но встану вот здесь. На мой взгляд, тактически это более выгодно для меня, чтобы видеть свет и там, и здесь. И если что снимать, реагировать на обе стороны было проще. Вот сейчас площадочку почищу и поставлю палатку. Нормально. Пристянул хорошенько. Пристянул хорошенько. На мой взгляд, хорошо. Очень удачно. Очень удачно. Тут под перевальчиком прям сохранился небольшой снежник. И вода, соответственно. И вода, соответственно. То, конечно, тащить бы еще наверх. Три килограмма воды. Я бы тут наверно точно кони двинул. Кони двинул. Так. И вода, и площадка. И шикарный вид в обе стороны. Осталось только, чтобы след был дождаться. Пока, к сожалению, без особых перспектив. Скорее на утро, надеюсь, чем на вечер. Уже 6 часов вечера в закат через 2,5 часа. Сгромоздился на скалу. И сейчас золотой час для фотографа. Последний час перед закатом. И вот все, что нам хотят показать сегодня. Ну, мы с вами еще не выполнили традиционный ритуал. Курение карты. Итак, встал в 12. Поднялся на гору Победа. Спустился. До полудня валялся. И потом поднялся вдоль оленевого ручья. Свернул налево на перевал Спартак Северный. Где сейчас с видом на бложду водорогу и ночую. Итого за день прошел 13 километров. Взял спальничек. Сижу на склоне и провожаю день. День. Взял спальничек. Победа. 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 Победа.